В Хабаровском крае утверждена программа направления на подготовку кадров для цифровой трансформации экономики. Ее главная задача рассказать старшеклассникам и их родителям о перспективных и востребованных в крае IT-профессиях, возможности получения бюджетного образования по IT-специальностям и дальнейшего трудоустройства. Как отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, будущие специалисты и лидеры России сегодня учатся в школе, и им только предстоит выбрать свою профессию. Школьники должны понимать, что изучение физико-математических дисциплин может стать основой для престижной и высокооплачиваемой работы, востребованной во всем мире. Задача государства – подготовить IT-специалистов международного уровня и создать условия комфортной жизни в России, чтобы не допустить оттока кадров. Это задача не только цифровой экономики, но и других национальных проектов, которые правительство реализует для достижения национальных целей к 2030 году, сказал Дмитрий Чернышенко. Краевой программой запланированы цикл лекций, организация профильных классов, кружков экскурсий на предприятия, отрасли, стажировок в IT-компании региона. На популяризацию IT-специальности направлены также федеральные и региональные мероприятия, в которых будут принимать участие школьники и студенты. Среди них проект «Урок цифры», конкурс «Цифровой прорыв», акция «Цифровой диктант» и другие, рассказали в Министерстве информационных технологий и связи края. По данным Министерства образования и науки края, в 2021 году в регионе увеличены контрольные цифры приема по IT-направлениям по программам среднего профессионального образования. За счет осигнований краевого бюджета планируется обучить 695 человек. Это на 110 больше, чем в прошлом году. Что касается вузов, то в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» число бюджетных мест по IT-специальностям также будет увеличено. Это позволит большему количеству жителей края получить востребованную профессию.